Информационно-образовательный проект «Доводы» представляет которые, может быть, другие направления считают, как «улюлямр», вы их не считаете. К примеру, расскажите, какое количество «улюлямр»? 12. А, это вы имеете в виду имамов? Конечно. Все-все-все, где-то 12 имамов «улюлямр». Теперь… Я уточню, вы сказали все-таки, все равно действие слова, они все-таки разделяются. Я правильно вас понял? Что? Действие слова пророка, они разделяются. Вы и так говорили. Я говорю, у них разное значение. Допустим, если он придет на рынок, скажет, дайте мне хлеб и деньги. Это одно значение имеет. А когда он говорит, допустим, «выходите на бой», это другое значение имеет. Так, ну все. В принципе, у меня вопросов таких нет, я могу выступать, да? Первое. Ну, я… Можно здесь первосидеть, потому что здесь… Давайте откроем Бахару 2-40 и начнем все-таки насчет киблы читать со 40-го аята. Можно и дальше, но я думаю, со 40-го будет понятно. То есть Аллах говорит так. Или вы скажете, что Ибрахим, Исмаил, Исхак, Иакоб и Калина были иудеями или христианами? Скажи, вы больше знаете ли Аллаха? Кто же нечестивее того, кто скрыл у себя свидетельство Аллаха? Поистине, Аллах не небрежит тем, что вы делаете. Это народ, который уже прошел. Ему то, что он приобрел, и вам то, что вы приобрели. И вас не спросят о том, что они делали. Вот скажут глупцы из людей, что отвратило их от киблы, которые они держались. Скажи, Аллаху принадлежит и Восток, и Запад. Он ведет кого хочет к прямому пути. Так? То есть, идет неразрывная связка с... Это идет полемика. Я ему говорю, скажи, в первенстве 139-й, разве вы станете приобрелаться с нами из Аллаха? То есть, полемизирует. Пророк Мухаммед. Прошли с Аллаха. Аллах не унушает. Идет упоминание о... от Авраама всех. И сообщается, что глупцы из людей... Но Аллах уже их называют глупцами. Они сказали, что их отвратило от киблы, которые они держались. То есть, до этого была кибла. Не зря же упоминается Авраам. У них было кибла направление. Пророк Мухаммед, он... Аллах, он нигде не говорил, что он новинка. Аяты есть. Я не новинка. Я не это самое. Скажи им, что ты из Умы Ибрахима. И так далее. Он просто продолжатель. То есть, та кибла, она продолжалась до пророку Мухаммеда. Но в данный момент, за тем, что... Затем, вот ниже, об этом доиграть. Чтобы испытать, Аллах и поменял. Поменял. И... Описывает, что интересно. Давайте посмотрим очередность. Когда и что? В 144-му Аллах говорит. То есть, в 143-м мы сделали киблу, который держался. Только для того, чтобы узнать, кто следует за посланником. То есть, пророк держался сперва за ту старую киблу, которая шла от Авраама. А теперь в 144-м только он говорит. Мы видим поворачивание твоего лица по небу. И мы обратим тебя к киблу, которым ты будешь доволен. То есть, в 144-м сообщает, я тебе дам другую. И здесь же ей говорит, поверь, не свое лицо в сторону запретной мечети. То есть, до 144-го, а я так. Он держался старой киблы, которая шла от Авраама еще. Понимаете? Вот о чем идет речь. Да. А для чего? Это другой вопрос. Аллах это сделал для испытания. То есть, я такую, как бы, ремарку. Я к чему говорю? Я понимаю, к чему это весь разговор, что вот насчет хиблы вы не знаете из Хурана. Но когда я читаю Хуран, анализирую, мне, в принципе, нет затруднений понять о хибле. То есть, мне, опять же, дополнительного источника, чтобы просто узнать о хибле, в принципе, нет. Хотя, не проблема. Я загружу в хадисы, в источнике, как исторический документ. Повторюсь, я его не отвергаю, как культуру, историю и так далее. Я не принимаю вне хроническую информацию, как божественный источник. Это первое. Второе. Ну, сразу, опять же, чтобы все понимали, ассоциация, то, что разделение в хроническом направлении у нас тоже есть, некорректно в каком смысле. А почему это объявил? Рациональные монотеисты, они не следуют голому Хурану. Они следуют... У них есть посланник, Рашад Халифа. Они верят, что у них есть. Они верят в его хадисы. Они верят в его мирадж. Понимаете? У них Хуран и вне ироническая информация. У меня была полейника со Салбеком Устана. И он говорил, что все-таки, ну да, ну должно же быть, он же посланник. То есть, у него информация огромная, как хадисы, больше, чем Хуран в объеме. И сам этот код 19, он просто показывает, типа, вот видите, там знамение вам, что 19 ангелов, в этом великое знамение. И из этого исходит. Для них Сунна является та же частичная математика. Но мы, никто из нас, ну по крайней мере, ну я не считаю, что, например, учебник математики, учебник истории, учебник биологии или химии, кто, даже если там есть правду, что это откровение Бога, как Хуран. Вот о чем идет речь. То есть, в этом смысле, они просто поменяли бренд и назвались определенным, но суть следования, у них то же самое, Хуран и еще какая-то информация вне-караническая. Все мусульмане тоже говорят, мы следуем Хураном, но и следуем как божественному источнику за хадисами. Вот это хотел. Поэтому в этом смысле, в настоящем, кораническом направлении, в мышлении даже кораническом, так скажу, нет у нас разночтения, потому что мы как божественный источник принимаем только Хуран. А когда принимаешь только Хуран как божественный источник, там просто невозможно расхождение. Дальше я что хочу сказать. Все-таки вы, смотрите, нам преподнесли, что истину божественную надо находить через эксперименты, с которыми допускаются ошибки. Замечу так. Если считать, что хадисы достоверны вот эти вот пьяни, это истинно добрый. Я же на это смотрю другую или иначе. Своё божественный источник, то, что она внушила, он сразу сказал, я сохраню. И он сохранил в виде куранта. А почему-то хадисы не сохранил так, что пришлось, что судить там, что шиитам. Всем пришлось и до сегодняшнего дня исследовать и доказывать, что вот это от Бога, а это где соответствие, это не от Бога. То есть это не сохранение. И до сих пор есть кто из этого эксперимента, я как понял, потеряет вероятность. Все-таки есть вероятность, что все-таки еще какое-то количество будет не истинных хадисов. Даже если будет уменьшаться, это самое, вычлениться там, судя по этому эксперименту истинной. А вероятность остается, что хоть один-два и все равно будет оставаться, то есть. Эта методика показывает несовершенство системы самой как того существования хадисов. Потому что там предполагается, что все равно есть что-то ложное или не божественное, или приписанное. В Хуране этого нет. В Хуране все, он цельный, сохраненный, все, его пытались изменить, все, ни у кого не получилось. Дальше. Вы говорили, что все-таки говорили? Аллах сказал, абсолютное подчинение, подчиняйтесь Аллаху, посланнику и обладателям власти. Абсолютное подчинение. А потом говорите, есть моменты, где можно и не подчиняться. Но абсолют, по моему мнению, означает объявление всех сторон. То есть если говорить, выражаться в том, что абсолютное подчинение, то надо абсолютно подчиняться вплоть того, как мочиться, как одеваться, как покупать на рынке и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Вести тот же образ жизни, воевать и кушать там и те же продукты, грубо говоря, жить там в Аравии. Это есть абсолютное подчинение. Но если все-таки мы дифференцируем подчинение действительно разумно, то это не значит абсолютно, я об этом всегда и говорил, подчиняться Аллаху и посланнику и обладателям власти, или просто это, где Аллах и посланник, не является абсолютным подчинением. Абсолютно даже Богу невозможно подчиниться, потому что у него власть распространяется абсолютно везде, а мы живем только в ограниченном месте. И он дал нам ограниченные предписания. То, что он предписывает ангелам, то, что он предписывает другим каким-то своим творением, небесам и землям, у них есть свои функции, он им предписал. Мы эту функцию не можем выполнять, поэтому мы подчиняемся ограниченно то, что он объяснил через посланников своих писаний. Поэтому абсолютно подчиниться невозможно физически Богу. Так же и с посланником. Мы можем ему подчиниться только в том, что он декларировал, сказал, а Бог вам предписал то-то-то-то, мы подчиняемся. Так же и улюль Амар. Он должен, мы ему подчиняемся в том, что не противоречит Слову Бога, то, что не нарушает предписание Бога. Теперь, я понял, да, у вас улюль Амар считается, это, 12 имамов, да, но это, вы в это верите, хорошо. Я лично вижу из аята, все-таки вам это сообщили, вы же, так сказать, не уахи получили, вы родились, вас учили, вам объяснили, что вы эти 12 имамов не видели и вас обучали и говорили, что есть такие, заверяли передакты и так далее. Нет, ну это потом объясним, вы мне покажете насчет 12 имамов, я попрошу, конечно. Но пока, я на сегодняшний пока не видел о 12 имамах имеется ввиду от пророка Мухаммада Иисуса. Теперь, я считаю, что улюль Амар среди верующих может в любой группе верующих, то есть, даже вот, к примеру, мы собрались с этого мужчины, мы избрали улюль Амара, он у нас улюль Амар, мы ему будем подчиняться в границах хора. Для этого у нас глаза, уши и мозг есть, если видим, что идет нарушение, вот, к примеру, у нас предписано, все, ребята, пойдемте грабить. То есть, у нас будет подчиняться. Если мы верующие, мы здесь скажем, ты фаси, ты не уру, после этого не улюль Амар, уходи. Поставим, по делам, мы же будем смотреть по делам, не зря же это славосвященно. Улюль Амара, он передает дела Амара, это действие, это некое действие. Поэтому, по делам мы видим, если он соответствует, мы его избираем, нет, это как бы элементарно. И так дальше. Ну, насчет весна, да я спрашивал, то есть, все-таки у хадиса, как я понимаю, есть цепочка, ну, по крайней мере, давайте я буду показывать, апеллируется низким, потому что вы сказали, вы не знаете, тогда я буду, насчет весна, я скажу то, что принято в Сунинском мире. Я не думаю, что так сильно будет отличаться, может только в количестве. Вот есть понятные весна цепочки, то есть, один человек передал на этому, передал на этому, передал на этому. Минимум есть четыре, минимум, я видел. А так, в среднем, пять, шесть человек передает одну, вот хадис, передаю. Но эти люди не жили в одно время, то есть, этот с этим мог до друга верить, это он уже мог не видеть, это на улице внука, он мог погибнуть, дали это, то есть, передал сыну или другу, или я соседу. Неважно, этот живет какое-то время. Это тем более, вот этих двоих не видеть, только этого видеть. Не говоря уже о последнем, он не видеть. То есть, по факту донесения нам информации, информацию о хадисе доносит только один человек, который говорит, что я слышал от этого. Мы верим только одному человеку насчет этого хадиса. То есть, уже, как реальные свидетели, вот эти просто не могут считаться, что они доставили от хадис. Затем бывало, это еще не хадис, раз, 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 раз и так далее. Это тоже все склоняется к одному, который последний, со слов которого записали от хадис. Вот он, коэффициент корреляции, который передают по памяти. Когда говорится, нет, в это время записывались, но говорят, нету оригиналов, извините, тогда это не принимаю. Потому что об этом говорит, и опять же это человек, что были книги, но не исчезли. Значит, Аллах их не сохранил? Значит, это не божественно. Аллах сохранил Хуран, это божественно. Теперь насчет Хуран. Открутите, пожалуйста, 52 суру «Гора», с 1 по 3 аят прочитайте, пожалуйста. В общем, это все время меня заставляет читать. Нет, чтобы не было произведения, потому что мы с вами, я понимаю. Нет, я могу сам прочитать, просто для объективности. 52 сура, с 1 по 3 аят. Как-то запахали меня совсем. Ну или я просто хотел максимально объективно чтобы быть? Хорошо. 52? С 1 по 3 аят. С 40 гора. По какой? Какие аяты? 1 и 3 аят. Ауду биллая имна шайтану Раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Ваттури ва китабин мастур фи ракин маншур. Теперь переведите. Переводы уже я делаю. Клянусь Туром. Так. Это гора. И книга Мастур. 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 Я сейчас точно... Написаны. Написаны. Если вот так попросту. Да? Это книга, которая записана. Дальше. Давайте сейчас посмотрю, если точное значение не сходить. Словарь. Так. Второй аят. Мастур. Ну да. Сатир. Это означает то, что? Это дерево. И... Вау. Мастур. Или пальма. Мастур. Это, видимо, на какой-то куске дерева, может, писали из-за этого. Ну да. Книга, получается. Так. Дальше. Написанная книга. Фи ракин маншур. Угу. Рак. Это, да. Это... Ну, я забегаю. Лучше вы. Рак. Рак. Угу. 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 У нас это слово... Кристаллизованный? Нет. А ясный? Нет, нет, нет. Это конкретно означает, если коротко, перегамент, а более широко, это выделанная кожа. Выделанная кожа. То есть, клянусь второй, написанной, написанной книге на выделанной коже. Дальше это слово какое идет? Следующее. Ну, словарь, оно другое значение имеет. Ну, давайте цену откроем. Ну, неважно. Вы свой перевод дайте и... Он... То есть, и книга, следующее слово просто обнародованной. Я просто что хочу сказать? Что обнародован? Где? Это я по-своему... На шут распространенный. Распространенный. Ну, в смысле, да. Там есть и смысл того, что то, что обнародно, то, что знают все. То есть, обнародно распространенная книга. Так? Об этом идет речь. Аллах клянется этой книге. Лично я, видя эти качества, я увидел, что Аллах клянется Хураном. Или какой это книгой клянется? Это Хуран или нет? Не знаю. Точно не могу сказать. А я вам отвечу. Ну, так как клянется Туром... Да. Ну, знаю. Ну, уже со своей точки зрения не знаю. Хорошо. Моя точка зрения такая, что клянется Аллах горой и все качества идет о Хуране. Почему я так говорю? Все им известно, что единственный полный экземпляр, манускрипт Хурана, полный, замечу, находится в Каиле. Он весит около 50 миллиграмм. Большая книга, которая записана на выделанной коже. Там нету диагратических знаков. Там нету отделения аятов и так далее. Там полный текст. Остальные тексты, которые в Тубкопии, в Самарканде, Цана, даже то, что все раз было переписано, там немецк ученые хотели доказать, что Хуран весь искаженный, он был все раз переписан. И там в Санкт-Петербурге, так называемые эти, не имеют полного текста. Они частичные. Единственный экземпляр. И по нему все, когда издательство Хурана есть, они сверяются по нему на достоверность единственных источников. По качествам, по сафатам он полностью соответствует этому аяту. То есть Аллах уже нам написал Хуран. Теперь получается, что он тогда должен быть записан при жизни пророка. Тогда открываем, главное не буду заставлять вас читать, открываем 80 сура, 11 аят, с 11 по 16 аят. 80 сура. По крайней мере по сунецкой доктрине считается, что здесь сказано о Лаухольмаххозе, да? Ну, вы знаете, что это, конечно. Вот, у меня этого, именно этой сура нету, 80 сура. Так, там Куран нету. А, он, 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 он. Открыл Куран. Там, чуть-чуть сказано, следующее. 80 сура. Вот так идет. Я русский переводом все. Но нет, это есть назидание, то есть идет легче о Хуране. И пусть вспомянут его всякие желающие. Оно записано в свитках почитаемых, вознесенных и очищенных руками песцов благородных покорных. Есть, конечно, версия о том, что это Лаухольмаххоз, что он написан, он ангелами, да? Что это, это ангелы. Ну, во-первых, Лаухольмаххоз был записан Аллахом самим, не ангелами, потому что изначально этот центр, все, что Аллах в Хуране сообщает, все, что происходит, даже листики проводят и так далее, все специально ясно, да? А во-вторых, здесь Аллах говорит, это есть назидание. И пусть вспомянут всякие желающие, но всякие желающие идет речь о людях. Мы же не можем в Лаухольмаххоз обратиться, мы просто его не видим. И он говорит, он записан свитых, почитаемых, ну и такой перевод, вознесенных, очищенных, очищенных, естественно, от лжи мы понимаем, руками благородных, там яда идет, руками благородных песцов. Там есть слово сафара, то есть конкретно оно означает песец. В то время были, это профессия. Аллах говорит, что Куран, опять же по качеству, он был, там нужно число, вы знаете арабский, то есть единственное, двойственное число, и то, что более двух, да? Нужно число это больше двух. То есть как минимум от трех и более людей записывали Куран, они были, Аллах их оценил, что они были благородны и покорны. То есть они не допускали, они записали. То есть я, исходя из Курана, считаю, что Куран был записан при жизни пророка. Он был записан, зафиксирован. Он не дошел нас через 30-е после смерти, через какие-то собрания, комиссии, чтобы по частям принесли аяты. Я в это не верю. Почему? К этому дополнение идет то, что Аллах говорит в Куране. Бакаре. Мы не спослали этот Куран. Что? Минута у вас. А, ну все. Я, это, сюда. Что Куран был не сползен за раз, говорится в нескольких аятах, как минимум в Бакаре, 185 метр, Аллах говорит, мы не спослали Куран в месяц Рамадан. Он не говорит часть, все. Он говорит, мы не спослали Куран в месяц Рамадан. И также говорит Джабрилль. Принес ли этот Куран тебе на сердце, Джабрилль? И есть еще много аятов, которые я принимал, я могу показать, о том, что Аллах испослал Куран Пророку Мухаммаду сразу. Это нечто подобие, как было с Моисеем. То есть были какие-то события, события, потом Аллах призвал Моисея на гору и дал ему то. То же самое, судя по Курану, было с Пророком Мухаммаду. Поэтому я считаю, что Куран был сразу при Пророке Мухаммаду записан. Он дошел, тот текст, он неприкосновенен. Никаких истадов, хадисов об этом это и не требовало. Он там стоит, можно съездить, посмотреть и потрогать руками. У меня один вопрос только. Вы сказали, что вы говорите, можно не подчиняться Пророку. Нет, это я говорю, вы же говорили. Да, вы говорите, приписали мне, что… Нет, вы сказали, что действие не обязательно. Вы же сами сказали, когда ходят на рынок, что-то бывает, можно не подчиняться. Я не говорил, можно не подчиняться. Я говорил, есть слова, которые не требуют подчинения. Вообще, у них нет смысла требовать подчинения. Вот он, допустим, приходит на рынок, покупает хлеб. Это требует от нас подчинения? То есть, вообще, там нет приказа, чтобы подчиняться. Понимаете? Я не сказал, что можно не подчиняться. Я этого не говорил. Вы мне сказали, вы говорите, можно не подчиняться. Я точно ваши слова записал. Вы говорите, можно не подчиняться. Я этого не говорил. Я сказал, что иногда поступки слова пророка не требуют этого. Они просто ничего не требуют вообще. В смысле? В этом случае можно не подчиняться. А как можно там подчиняться, когда он покупатель… Я это имел только в виду. Только это имел в виду. Значит, некоторые места в образе жизни можно не подчиниться, сделать так, как пророк. Так они не требуют подчинения. Это разные вещи. Ну хорошо, я понял. Я понял вашу точку зрения. Ну, начнем с самого последнего вашего тезиса. Ну, вы сказали… Ну, допустим, этого аята нету. Я допустил. К примеру, да? Сказано, что… Прямым текстом, даже вот без вашего толкования, скажено, что этот Коран, он сохранен, не изменен, и невозможно его изменить. Он будет храниться, и ни одно слово, ни одна буква в нем не будет изменено. И эта книга является… Ну, в общем, будет прямым текстом то, что вы хотели сказать, да? То есть… Вастур, вакитабин мансур… Мастур… Мастур… Фи раккин мансур… Этих слов нет. Вместо этого, допустим, прямой текст. Так? Это… Является… Порочным кругом. Порочный круг. Порочный круг. Порочный круг. Порочный круг. Что это означает? Это означает, что мы говорим, Сергей… Сергей правдив, да? А в то вот что приводим? В то вот приводим то, что Сергей сказал, что я правдив. Это называется порочный круг. И таким образом ничего не доказывается. Если вы будете этим аятами доказывать то, что Коран достоверен, только потому, что в Коране так написано, а кто-то придет и скажет. Это же порочный круг. То сначала докажи, что… Ватур, вакитабин мастур… Фи раккин мэншур… Сначала докажи, что эти слова достоверны, а потом этими словами докажи, что Коран достоверен. Потому, что это часть Корана. Мы на стадии доказательства достоверности Корана. И поэтому без теории вероятности, достоверность Корана доказать невозможно. Это порочный круг. Этим ничего не доказывается. Это что касается последнего вашего утверждения. Это порочный круг. То есть мы не хотим ставить под сомнение Коран. Мы просто доказываем его иначе. Более логичным, более научным, более обоснованным путем. А это порочный круг, который ни к чему нас не приводит. Пример простой. Сергей правдив. Довод какой? Сергей сказал, я правдив. Мы сначала должны доказать, что он правдив, чтобы верить в его слова. Мы же не можем его словами верить в то, что он правдив. Поэтому это порочный круг. Да, Сейд? Еще один момент. То, что вы сказали, что вы же сказали, можно не подчиняться. То есть вы опровергали то, что я сказал, что А ты у Аллаха, а ты у Расул, а у лил амри минкум. Там абсолютное подчинение. И вы как бы опровержение. Вы сказали, мы не во все времена живем. И мы даже Богу не можем абсолютно подчиняться. Я имел в виду в рамках наших возможностей. Я не имел в виду, что мы везде, всегда и во всех лицах, во всех обличиях, во всех формах должны подчиняться. Во-первых, во всех обличиях и во всех лицах, во всех формах приказа нет, чтобы подчиняться. Должен же приказ быть, чтобы я, Курбан, подчинялся Богу тысячи лет после вот этого момента. Такого приказа вообще нет, чтобы я и подчинялся. Поэтому абсолютно что означает? Неограниченность временем. То есть не так, что подчиняйтесь при жизни, но не подчиняйтесь после. Или подчиняйтесь в одних вопросах, а не подчиняйтесь в других вопросах. То есть то, что я говорю, что можно не подчиняться, я этого не говорил. То есть это вы сказали, приписали, я имел в виду другое. Я вообще этого слова не говорил. Я сказал, что слова Пророка, его действия имеют разные значения. Иногда они так говорят нам, что нужно подчиняться, а иногда говорят, что не нужно подчиняться. То есть это просто обычное деяние. Пророк идёт по дороге или разговаривает с кем, а третье лицо, которое наблюдает, оно не видит в его поступках, в его словах призыва к подчинению. Соответственно, он не должен подчиняться, и слова разные бывают, и поэтому это нужно учитывать. То есть вы также сказали по поводу того, что 144 аят, то, что мной было по поводу киблы сказано, второй аят, 144 аят, ну вы привели, конечно, по поводу Ибрахима, но здесь ясно, в чёрном по белому написано. То есть это ясный аят, сказано, 140, 143, извиняюсь. Мы установили, чтобы, здесь ясно, чёрно по белому написано, мы установили, чтобы испытать, кто будет подчиняться. Установили. То установление, о котором вы говорите, да, оно было, имело место быть, но это другое установление. А это другое установление. Вы же не хотите сказать, что вся сунна, весь шариат Ибрахима, весь шариат Мусы, весь шариат Исы, действовал до тех пор, пока его Бог не отменял. Вы же не можете это сказать, правильно? Установления, которые были в шариате пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, шариате религии, которую принёс пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, были новыми установлениями. То есть мы не можем, допустим, доказывать то ли иной шариат, то ли иной закон по Торе и Евангелию, только потому, что Бог его не отменил в Коране, например. Мы не можем, потому что они не действуют до того, как они будут отменены. Они отменены приходом новой религии автоматически. То есть отдельной какой-то отмены в этом не нужно. То есть просто здесь новое установление. То есть мы установили, то установление не служило причиной для испытаний того, кто будет подчиняться пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи и алейхи и салям. А здесь именно так обстоят дела. Это что касается по поводу вот этого аята. Здесь аят ясный, вы как бы не приводились в 140-й аят. Все-таки значение этого аята, то есть здесь черным по белым ясно написано. То есть здесь нет никаких сомнений по поводу значения данных слов, которые здесь были сказаны. Это еще до сих пор доклад идет, да? Ваше выступление до сих пор идет, да? Да, да. Что касается по поводу того, что кораниты, они не кораниты, то есть рациональные монотезисты кораниты или не кораниты, ну нет, до этого нет дела. Они как бы на основе Корана же своего посланника определили правильно, они же доказывают наверняка на Коране, что он посланник. В любом случае, я не хотел сказать, что коранизм приводит к разногласиям или не коранизм не приводит к разногласиям. Дело в том, что вы не можете сказать, я просто что хотел до вас довести, что зачастую в разногласиях имеет роль человеческий фактор. Это не всегда, то есть люди разделились не потому, что они следовали за сунной и следовали за Кораном, понимаете? Здесь есть другие факторы, мы же не можем... Это пророк, он не говорит ничего по своему желанию, а люди не таковы, люди разные, у них разные желания, разные амбиции, разные грехи, разные направления. Кто-то продажный, кто-то очень плохой человек, говоря мягко, да? А кто-то хороший, кто-то плохой, разные факторы есть. И по этим причинам также шло разделение. Вы не можете сказать, что разделялось, потому что они следовали по хадисам. Нет, те же самые Ахли Сунна Вальджама, многие хадисы играют роль факторов, то есть человеческих факторов. И мы, исследуя все это, можем как бы этот метод теории вероятности используя, можем эти хадисы откинуть. Но, правда, у нас останется небольшое количество, но все же будет стопроцентное количество. То есть стопроцентные хадисы однозначно достоверные, которые будут практически где-то рядом с Кораном по достоверности. Потому что эта теория вероятности, она работает. И как бы вы здесь не чертили то, что здесь 5-6 передатчиков, вы понимаете, она рассчитывается. Эта теория вероятности рассчитывается, все эти факторы, то, что вы говорите, она учитывается. А вы представьте себе, вы говорите об одной цепочке передатчиков, правильно? А если этих цепочек с разными людьми и вообще одинаковых людей нету, допустим, 50, вероятность максимально близка к нулю, того, что это все-таки ошибка, сговор и измена памяти. Да, вы один какой-то, вы согласны, это вы правы. Если здесь дед или они как бы жили в одно время, мы этот хадис сразу откидываем. Понимаете, по теории вероятности здесь уже возникает проблема. Если не будет других таких 20-30 хадисов с разными цепочками таких же, то мы этот хадис откинем в сторону, если он будет в одиночку. Потому что вероятность того, что это ошибка, что это недостоверно, будет слишком велика, и мы ее не примем. По этому методу не примем. Хотя есть у нас другие методы, о которых я не договорил. Под которые может попасть, допустим, сотня из тысячи, 50 из тысячи. То есть к этим 5 добавится еще 100, будет 105 хадисов. То есть мы когда говорим о сонне, мы не утверждаем, что мы все хадисы должны принимать, это должны учитывать во время разговора, что мы все-таки анализируем и принимаем однозначные хадисы. То есть доказанные хадисы, они все, что попало, чего, кстати, у ваших знакомых нет. То есть тех течений у них нет, у них проблемы с этим, у них большие проблемы, и многие хадисы, которые они принимают, к сожалению, убят их. Но это не вина сунны, не в том, что они сунниты, а в том, что они халифиты, а в том, что они следовали за непророками, за Абубакром, Умаром, Усманом, которые были обычными людьми. Они не были пророками, во многом их сунна повлияла на их мировоззрение, на их отношение ко всему этому. У тебя все было? Нет, нет, я сейчас все было. Он говорит, что время закончилось. А? Время закончилось? Разве? А, ничего не закончилось? Нет, нет, время есть. Он просто решил, что я закончил. Я, к сожалению, здесь неясно написал, что были какие-то вопросы. Если не позволите, я вам один вопрос задам, но это вне нашей дискуссии, она немножко не совсем касается, но интересна мне просто. Я, пока есть время, хочу указать на еще один метод доказательства хадиса. Это как бы хадис, это один метод, который совершенен, то есть наиболее совершенный в данном случае. И даже в отношении Корана этот же метод используется. То есть метод даже касается самого Корана и даже, более того, химии, физики, вот этих экспериментальных наук, которым мы отчасти верим. Сура 49, 6 аят, я зачитывал эту суру заранее, 49, 6 аят, 49, 6, 49, 6. Это еще один способ доказательства, допустим, у нас тысяча хадисов, из этого мы пять по теории вероятностей вычислили. И у нас есть где-то 100 хадисов, которые мы на основе данного аята вычисляем. Что он может заключать? Давайте прочитаем аят. Вот те, которые уверовали, если к вам придет нечистивец, Если к вам придет нечистивец, сообщение, какое-то сообщение. Бинабаин, сообщение, фатабайян, так, исследуйте же, то есть расследуйте, на самом ли деле, на самом ли деле это сообщение правдет, то есть нужно исследовать. Бог приказывает табайяну, форма приказная, да? Дальше можешь до конца этого? Да. Фатабайяну антусиба, антусиба, ковман биджахалатин, фатусбиху аля ма фаальтум на адимин. Тусиба, то есть навредить, навредить племени по невежеству, фатусбиху аля ма фаальтум на адимин. И чтобы не стать жалеющими, да? Чтобы, дабы, следуйте, чтобы не навредить какому-то племени по своему невежеству и не стать жалеющими. Да, вы можете сказать, что это касается именно тех случаев, когда можно кому-то навредить, но здесь закон общий, потому что мы можем себе навредить и последовать за неверным сообщением. Таким образом, Бог приказывает сообщению, сообщению, которое передано нечестивцам, не верить и следовать. Таким образом, у нас получается, что если сообщение передано человеком верующим, то есть правдивым, праведным, праведным фасик, это будет салих, мумин, какой-нибудь такой праведный человек, верующий человек. То есть тот, который совершает праведные дела, праведный человек, верующий и праведный человек. Этот аят говорит нам о том, что если сообщение передано праведным человеком, то нам нужно верить. Это как бы не прямое значение аята, но мы из этого аята можем вывести. Почему? Потому что если бы мы вообще никому не должны были верить, то, соответственно, Бог должен был бы в общей форме это привести и без указания того, что это нечестивец сообщает или не нечестивец сообщает. Причину этого, почему Бог приказывает нам, то есть почему в этом аяте указывается на том, что нет нужды исследовать, если совершает праведное. Потому что когда человек праведный, он, как правило, даже если забывчивый, допустим, представьте себе человека, который праведный, но забывчивый. Этот человек, будучи справедливым самим собой, он не будет сообщать сообщение, которое он забыл. То есть он будет следить за своими словами, говорит только то, в чем уверен. То есть и так далее. Но вероятность того, что он ошибся, даже праведный человек, какие-то ошибки произошли, все-таки остается. Но эта вероятность минимальна, допустим, один из ста. Допустим, мы можем в своей повседневной жизни этот вопрос исследовать очень просто. Находить какого-то хорошего человека и наблюдать, насколько, если он специально не врет, насколько он правдил в своих речах передачей той или иной информации. То есть мы видим, что вероятность ошибки максимально низка. То есть минимальных. И поэтому, если мы сто хадисов, которые переданы правдивыми людьми, которых мы также выговорили, или муриджаль, да, в методологии нашей изучаем истории этих передатчиков, и мы находим там и удостоверяемся в том, что тот или иной передатчик правдив и праведным является, а не фасиком, то принимая 100 хадисов от таких людей, 99 оказываются правдивыми, то есть они 99 оказываются достоверными, ну и 99, пускай будет 80, да, неважно, как бы это вопрос такой, в теории мы пока обсуждаем. 80, если будет, допустим, вероятность ошибки 20 из 100, да, если вероятность ошибки 20 из 100 будет, то 80 из 100, если 100 хадисов мы примем, то 80 из них будут достоверными, да, и так как вопрос важен, так следование Богу, подчинение Богу, совершение тех или иных поступков, подчинение и невыполнение тех или иных поступков, то есть те же самые фарады или халаль, харам, так как эти вопросы очень важны для нашей жизни, то есть эти приказы, так как мы говорили, что они смертельно важны, да, фарад смертельно важен, харам смертельно опасен, да, А так как эти вопросы очень важны, то Бог все-таки закрыл глаза на эти 20%, так как мы же люди живем на этой земле, и определенные факторы играют роль в нашей жизни. И поэтому Бог учитывает эти факторы, поэтому так как 20% это незначительно, но это вряд ли 20%, скорее всего, меньше, если человек правдивый. Так как это незначительно по сравнению с 80%, то Бог приказывает все-таки следовать за этими хадисами, и поэтому мы некоторые хадисы, которые передаются не нечестивцами, мы также прибавляем к этой. Но это все-таки основа всего, а это, если будет, ну в любом случае, это или это, если будет противоречит Коран, мы в любом случае это как бы отвергаем, если противоречит Корану. Первый вопрос такой, почему мы должны подчиняться Пророку? Ну очень элементарно, есть два довода, логический и коранический. Если вы спрашиваете оба, я разъясню, а если только один, то уточните. Я просто вопрос задал, как хотите, ответьте. Если логически говорить, то я оба скажу, чтобы не было. Во-первых, я уже говорил, что Пророк намного совершеннее нас, и то, что он совершает, является примером для подражания нас. Для нас, любое его действие, любое его слово, любой его приказ, любой его поступок является для нас совершенством, потому что он намного совершеннее нас. Есть аят, айна авваль уль мусульмин, я приводил, что я являюсь первым мусульманином, я это доказывал, что он не является первым мусульманином по времени. Я понял, да, да. Он является самым совершенным из людей, потому что самый совершенный из людей – это мусульмане, а среди мусульман он первый. Это что касается логики. А что касается Корана, то «Ати уллаха, ва ати уррасул». «Усватун хасана» – прекрасный пример для вас. Все, все. То есть, смотря по вашей логике, то это тоже порочник. Потому что мы подчиняемся Пророку по тому, что, составляем на это в Коране. В Коране сказано, что подчиняется Пророку, поэтому мы должны ему подчиняться. Ну, если бы вы меня спрашиваете, если бы лично я подчинялся бы ему, если бы даже прямого текста в Коране не было бы. Потому что логика, логика, логика. А какая логика, если… А посланники описаны только в Коране. Вы из другого из-за чего бы понимали. Вот представим, нету Хурана. Вы откуда бы знали право Пророка Мухаммада и как бы ему подчинялись? И как бы ему подчинялись, к примеру. То есть, вы без Хурана здесь без авторитета Хурана не обойдетесь. Я не понимаю вашего вопроса. А я хочу замечать то, что я доказываю, что Хуран, он записан при жизни Пророка, исходя из Курана, вы сразу же знаете, что это порочный круг. А то, что подчиняться Пророку, зная, что это в Коране сказано, это не порочный круг. Что-то здесь нелогично. Мы все узнаем с Хурана. И мы считаем, что если, например, нету Хурана, примерно, я прихожу, вот я, вы меня не знаете, я говорю, есть такой посланник Аллаха, Мухаммад, вы должны ему подчиняться. Что вы бы сделаете? Будете подчиняться? Ну нет, конечно, вам нужен достоверный, авторитетный источник. И поэтому авторитетный источник для нас это Хуран. Ну у меня в первую очередь логика, если вы меня спрашиваете, конечно, если мое мнение спрашиваете. Вы когда отвечали, первый вопрос, на логику, вы сказали, ссылку, даже в логической ссылке на аят Курана. То есть это, я не считаю это порочным кругом, вы сказали на моем высказке, что это порочный круг. Ну тогда что объяснять, у нас даже тема в свете Курана и разума. Как может порочный круг, если есть доказательства в Куране? Я вот это не понимаю, это первый вопрос. Ну ладно, хотите сами. Второй момент, 144-й аят все-таки о чем говорит Бахар? Прочитайте. Ну ладно, я сам прочитаю, чтобы это. То есть вы говорите в Бахаре. Вопрос задаете или выступаете уже? Нет, нет, я вам... Потому что если выступаете, мы сделаем паузу, перекидываем. Не, 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 не выступаю, я вам вопрос. Вы сказали, что в 143-м аяте, вот это, мы сделали к иблу. Это и есть уже повеление пророку поменять. Тогда о чем говорит 144-й аят? Ну, он говорит о том, что он ждал, пока Бог поменяет к иблу. Ну, просто... А может быть, вы прочитаете, чтобы мы решили переведить? Мы видим твое поворачивание лица по небу, и мы обратим тебя к ибре, в который ты будешь доволен. Ну, а в 143-м вы доказываете, что мы уже установили. То есть, Бог все-таки установил или установит по 144-м аяту? У меня вопрос. Да, да, дело в том, что в 143-м говорится о Иерусалиме, а в 144-м говорится о Беньке. Вот, ну, об этом же я говорю, потому что Аллах, о котором ты держался. А я к чему говорю? Что о том, чтобы держаться в сторону Иерусалима, да, и потом Аллах поменял, это все же здесь. То есть, не сказано Иерусалим, но я для чего приводил, со 140-го надо читать. Аллах упоминал о прошедших посланниках от Авраама. Да, упоминал, он здесь сказал, кунта алей. Что? Ты был на ней. Правильно, я об этом-то и говорю. И он сказал, линя аль-мам, мы установили, линя аль-мам, мы не установили, разве, для того, чтобы выяснить. Да? Выяснить, что? Ман ятаби ур-расуль. Кто будет подчиняться посланникам? Нет, с этим скоро нет, у меня был вопрос. Все-таки, значит, вы соглашаетесь? Я единственное, с чем соглашаюсь? В предыдущих аятах говорится обе... Нет, 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 я имею в виду, что в 143-м аят повествует о том, что пророк Мухаммад держался в сторону Иерусалима, а в 144-м ему поменяли кебыль. Правильно? В 143-м, я уточню, в 143-м говорится о том, что мы установили киблу, на которой ты был, то есть Иерусалим, для того, чтобы испытать, кто подчинится тебе, а кто нет. Ну все, тогда разочнение нет. А в 144-м говорит о том, что... Уже поменял? Да. Все. Ну тогда у нас разочнение нет. Я точно так это поменял, поднимал эти аяты. Ну вы просто... Хорошо. Я просто не вас, значит, не так понял все. Теперь у меня вопрос все-таки. Вы сказали, что все равно хадисы, даже по этой металлогии, они все равно и до этого писали не сто процентов. То есть, хадисы и хуран, они на одном уровне или нет? Просто ваше мнение. Достоверны. В каком значении? В прямом. Они на одной степени, хуран и хадисы достоверны. Смотрите. Просто вопрос. Да-да, я отвечу, чтобы точно было. Я извиняюсь, конечно, что удовиняюсь. Смотрите. По этой теории вероятности, то, что я изначально говорил, да, что хадисы, если много цепочек, да, и вероятность уменьшается. Допустим, получается, допустим, один из тысячи. Я могу, как бы, показать, допустим, один хадис, да, один из четырех вероятностей, да. Здесь, просто я не знаю, насколько вы знакомы с теорией вероятности, в математике это очень прекрасно просто обсуждается. И, допустим, один хадис на 20% есть вероятность, да, на 20% есть вероятность ошибки на 20%, на 25%, то есть один из четырех. И умножаем на второй хадис. Допустим, ну, к примеру, тот же, та же самая вероятность. Сколько получается? Один из шинадцать. Один из четырех. Умножаете, да. То есть, если мы еще один хадис добавим, то умножается. Мы просто дойдем до цифры, когда будет один к тысяче. Там немного нужно, буквально пять-шесть хадисов, да, чтобы нам дойти до этого. Потому что умножение таким образом происходит. Просто нужна теория вероятности немножко. Этот вопрос исследуется. Мы дойдем, допустим, одной к тысяче, да. Вероятность ошибки. То есть, если у нас будет тысяча хадисов, только один будет ошибочный. То есть, минимальная вероятность ошибки. С точки зрения, что и хадис, и аят таким образом доказывается ее достоверность, они одинаковые. Но они отличаются. Чем отличаются? Отличаются тем, что нет ни одного хадиса, который по вероятности был бы равен Корану. Потому что Коран, цепочка передатчиков, намного больше, чем у любого хадиса. То есть, с этой точки зрения, вероятность практически отсутствует. Ну, то есть, опять-таки, я же говорю, к нулю никогда не сводится. Вы понимаете, да? Допустим, в теории вероятности говорится, что… Я точно не помню. Я просто не ответил. К примеру. В теории вероятности говорится, что, чтобы какое-то событие произошло, должно быть в пределах 150 миллионов. 1 к 150 миллионам. Если будет 1 к 151 миллионам, то это вероятность вообще… То есть, это событие никогда не может произойти. Никогда не произойдет. А, допустим, будет 1 к 140 миллионам. Как? Она возможна. Логически она возможна, чтобы произошла. Но они также, в математике говорится, что, как правило, в жизни это не происходит. Ну, разум, с точки зрения логики это возможно, но, как правило, не происходит. То есть, с этой точки зрения, с той точки зрения, что вероятность наименьшая у Корана, с этой точки зрения они не равны. Но так как мы доказываем одним и тем же методом, с этой точки зрения они равны. Мне только это вопрос. Можно было сразу сказать, да, равны? Да, ну, чтобы уточнить. Главное, чтобы вы поняли. Теперь. Нужно ли подчиняться пророку Мухаммаду, если он приказал своему, например, слуге или рядом с Ахабу принести ему яблоко? Он приказал. Нужно ли подчиняться пророку Мухаммаду вам или мне? Конечно. А, то есть мы сейчас с вами должны принести ему яблоко пророку Мухаммаду? Я не понимаю. Пророку Мухаммаду? Пророку Мухаммаду сидит дома. У него на столе там в дальнем стоит яблоко. Вам приказывать? Он при жизни приказал там рядом. У него может там кто-то из верующих, неважно кто. Допускай Али. Он сказал Али, принеси мне яблоко. Или кому-то еще. Или он так скажет. Кто из верующих мне принесет, то яблоко. Или принесите любой из верующих, то яблоко. Мы должны с вами это исполнять, приказывать? Это просто вопрос. Если он, допустим, приказывает одному человеку, то второму человеку не обязательно. Но если он, вот, кто из верующих. Принесет мне яблоко. Да. Здесь два варианта есть. Или это действие для нас возможно, или невозможно. Если возможно, то мы это должны причиняться. Если невозможно, то не причиняем. То есть у нас есть сейчас. Допустим, яблоко мы ему принести не можем, правильно? Так. Но если он прикажет, кто из верующих сможет, допустим, опровергать неверных? Да? Нет. Допустим, он при жизни сидит в мечети, допустим, мушлик, или у мечети сидит мушлик, и пророк говорит, кто сможет опровергнуть мушлика? Это для нас возможно в нашей жизни, и мы в этом подчиняемся. Ну, для того, чтобы это сейчас скоро закругляемся. Да, да. Воевал ли пророку Хаванта с иудеями? Да, воевал. А давал ли он приказ верующим наступать на иудеев? Ну, атаковать иудеев. Давал ли? Конечно, давал. Этот приказ сейчас мы должны исполнять? Нет. Почему? Ну, потому что, то есть, если этот приказ именно имеете в виду, то, конечно, мы должны исполнять. Но, смотрите, здесь есть же понимание ситуации, когда пророк приказывает атаковать, мы же не лишены разума, мы понимаем, почему он это делает. То есть, здесь и причина есть, и следствие есть. Там была война. То есть, если этот приказ на то время, то в действии все? Нет, в любое время. Даже сейчас, если иудеи нападут на нас, то тот же приказ действует. А почему иудеи? Там же он воевал с теми же арабами, принявшим иудаизм. А мы не про иудеев говорим сейчас? Я про иудеев, но там народ-то был арабы, Бану Курайзер, Бану Надир. Они просто приняли иудаизм. Это было в Ясреке. То есть, мы должны сейчас в Медину поехать? Смотрите, иудаизм, во-первых, не принимают. У нас есть казахи и иудеи, я вам скажу. Ну, их никто и евреями не считает. Евреи и иудеи разные вещи. Нет, ну почему? Они не разделяют. Сами евреи не разделяют. Во-вторых, они не были арабами. Они были переселенцами. Они прибыли туда в поисках пророка. Поэтому там были иудеи, и евреи. Ну хорошо, я не буду здесь спорить, но у вас одни источники, может они более достоверные в истории. Все, все, все нормально. Я же не виноват. То есть, все-таки, все-таки есть некое условие, когда мы не исполняем приказы пророка. Так? Я правильно? Есть условия. Смотри, Серик, мы не тупо принимаем адисы. Там есть значение. Нет, мне же вопрос не в этом. Я правильно понял, что есть условия, при которых мы можем не исполнить приказ пророка. Я правильно понял? Какие условия, например? То, что вы сказали. Допустим, невозможность исполнения? Конечно. Мы же не можем исполнять то, что вы не можете. Мы же не можем исполнять то, что вы не можете. Если бы он сидя дома приказал бы, если бы он сидя дома просто приказал бы, если бы ни с того, ни с чего приказал бы убивать евреев, то мы должны были бы этому подчиняться. Но он этого не делал. Дело не в этом. Если бы так было, то мы должны были бы подчиняться. То есть, это в суровом статике. Есть некие условия, при которых мы... Условий нету. Вы понимаете? Он в тех условиях, когда давал приказы, это должны учить его. Это часть его действий, часть его слов. Это не отдельно от сумны вообще. Я понял. То есть, мы должны думать, можем ли или не можем исполнять приказ пророка Мухаммата. Почему думать? Это же ясно. Ну ладно. Это же вопрос. Я же имею право. Так у вас все с вопросом? С вопросом все. Вам слово, да? Да. Ну я здесь вот чуть-чуть как бы подытожу это. Насчет 49.6. То есть, там сказано, что если нечистивец придет фальсика с новостью, разузнайте. А для чего разузнать? Правда или неправда? То есть, чтобы не, Аллах четко говорит, не навредить кому-либо. То есть, если мы не разузнаем и поверим этой новости, а она окажется ложной, то мы можем навредить людям нечаянно, поверив в ложную информацию. Но если она правдивая, то мы не навредим. То есть, разузнать, об этом идет речь, это слово от корня бояна, выяснить. А что выяснить? Ложь или правда? То есть, даже у нечистивца есть вероятность, если согласно вашей логике, у него, исходя из этого аята, есть вероятность в том, что все-таки может оказаться правдивой информацией. Поэтому, здесь речь не идет о том, что вообще просто не поймете. Просто Аллах сказал, у которого уверовали, если к вам придет распределение с вестью, не верьте ей и все. Но Аллах предписывает, выясните. Ложь это или правда все-таки? Чтобы? Ненароком. То есть, в этом смысле так. Потом, второй момент, вы говорите в хадисы, если приводят верующие, я понимаю, что многие по каким-то критериям некоторым вы можете отказать в праве веры. Верующие ли он? Нет. По своим доктринам. У меня такого нет. Я вижу из Курана то, что мы, кстати, поднимали, есть критерии верить в Аллаха, в Писание, в Ахерет, в Ангелов, в Пророка, и там пять качеств, а минимум две, то есть в Аллах или в Посланника, то это человек верующий. Это Аллах так говорит, не я. По этому критерию в любом случае подходят и Абу-Бакар, Умар, Усман. Они, по крайней мере, декларировали, я их не видел. Из истории ясно, что они молились, хадж делали и так далее. Они считаются по Курану верующими. В сердца Аллаха сам в судный день разберется, был ли кто-то был нафиг или предатель. То есть, в этом смысле они являются верующими и они также могут приносить хадисы и они также среди верующих могут избираться и быть Улюль Амрам. В этом смысле я пока, по крайней мере, не разделяю с вами, что их всего было в 12 и только это скрытые имамы. Потом, надеюсь, завтра вы мне объясните по ним из Хурана. Я пока не видел. Для меня они верующие просто люди. Если они что-то ошибались, то мы все люди ошибались. Я уже приводил все-таки какое-то… Ладно, раз вам прийдет это слово «грех» и так далее, все-таки некие несоответствия бывали даже у пророков, начиная от Адама, пример Юнуса и пророка Михайловна, когда ему делали замечания. Все-таки были от Бога им. Это значит все-таки не стопроцентное соответствие, так скажем, а какой-то допуск. То есть, если они-то нечто допускали, что говорит о нас в людях. Поэтому я их… Я не вторгаюсь в историю, никого там не осуждаю. Есть истории, они ответят… Аллах в Куране часто говорит, это прошедшие народы, им то, что они приобрели, вам то, что вы. Поэтому нам надо жить сегодняшним днем, а историю просто, как Аллах в Куране сказал, 12-40-101 лет, в рассказах о прошлых посланниках вам назидание. То есть, я беру лишь назидание, никому не так фиру, не говорю, тот или этот плохой или так далее. Я просто постараюсь взять назидание и постараться в этой жизни сделать как можно меньше ошибок. И все-таки еще раз упомяну, как Божественный источник я принимаю в Куране, а остальное не отвергаю, просто не считаю за Божественный источник, как в Куране. Все. Спасибо большое. Во-первых, я то, что написал верующий, да, я быстро, в принципе, долго и займел. То, что я написал верующий, я уточнил, что я праведно имею в виду, потому что нечестивец, его противоположность является правдивец, да, то есть нечестивец, как человек, который, в принципе, не имеет каких-то моральных устоев, каких-то моральных и духовных качеств определенных, которые есть у правдивца, правдивого человека, а не как верующий. Я как бы чуть-чуть уточнял, просто написал верующий, ну, с уточнением. Ну, что хочется мне сказать на самом деле, потому что сегодня немножко на высоких тонах разговор шел. Хочу сказать, что, ну, несмотря на все вот эти вот наши разногласия и вот все это, какие-то грубые моменты, я хочу сказать, что это всего лишь как бы моменты дискуссии, а лично к вам у меня как бы отношения, я уважаю вас, то есть хорошее у меня к вам отношение, а то, что вот проявлялась, это как бы недостатки самой дискуссии, скажем, недостатки, а требования самой дискуссии, как бы и никакого личной неприязни или какого-то личного негатива у меня к вам нету и быть не может, и вы как бы за пределом дискуссии должны наблюдать за тем, что у нас отношения вполне дружеские, да, то есть я хочу этот момент подчеркнуть, потому что многие люди, которые смотрят на нас, они могут неправильный вывод сделать, и было бы неплохо, чтобы вы тоже на этот момент указали. Не, но я тоже засвидетельствую людям, что, в принципе, вот такое же, то же самое, я это не переношу на личность никогда, это то, что полемика, а личные отношения, это разница. Да, ну, бывают какие-то недопонимания во время дискуссии, они как бы никакой роли вне дискуссии не должны играть, и как бы люди сами по себе, они, наблюдая за этим, не должны испытывать ненависть как к одной стороне, как к другой стороне, как сторонник одной стороны, так и сторонник другой стороны. Как бы, ну, зачастую бывает, вот эта ненависть возникает, как бы это хотел бы указать. Всё, в принципе. Будем надеяться, что каждый из сторон возьмёт свою пользу при сегодняшней дискуссии. Так, завтра 10 часов, как у нас. Сейчас достигнем. Китайские швы. Китайские швы. Он, несмотря наstagую диску, 前참ом мы — «stenин мой крны». Китайские швы. něч خуслить. Не пок quick. Как классный. Я letterр? Продолжение следует...